24 февраля В 5 утра по киевскому времени Россия обстреляла ракетами мирно спавшие города по нам, блядь! По нам, блядь! Мы, как и сотни тысяч других украинцев, оказались в подвалах, спасаясь от обстрелов. Мои подруги сидят в метро, другие мои подруги сидят в подвалах. В пятницу уже нигде. У нас все хорошо, мы разлеглись как-то у нас в колодовке с Дариком, все нормально. Минус в том, что мы не можем выйти за едой и водой. А дом уже разрушили? Вам, конечно, могут говорить, что это военная операция, но это не военная операция, это настоящая война. Грады уже прилетают в жилые дома. Блядь, блядь. Уже гибнут мирные жители. Давай ее сюда! Давай ее сюда! Держись он! Погнали! Все, как в школе, когда мне рассказывали про 22 июня 41-го года. Только сейчас все это не в учебниках истории, сейчас все это за окном. Но почему-то большая часть России закрывает на это глаза. Армия никогда не служит оружием. Армия будет защищать свою территорию. Потому что это наша страна, наша земля. Орел и Решка всегда показывала, как прекрасен наш мир. И как бы нам ни было страшно, больно. Но мы сделаем то, что умеем лучше всего. Отправимся с вами в путешествие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Слава Украина! Героя на Слава! Путин! 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 Слава Украина! Россияне, я призываю вас выступить против этой войны. Если вы думаете, что она вас не касается, вы ошибаетесь. Она коснется абсолютно всех. Обращаюсь к тем моим разумным подписчикам, которые живут в России. Вооружитесь словом. Ударьте словом по человеку, который отдал приказ русским солдатам идти войной на украинских людей. Остановите Путина. Остановите войну. Я прошу вас не молчать. Пускай будет мир. Слава Украина!